В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур-Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Проблемы весенних паводков продолжаются. В регионах Карагандинской области талыми водами затопило дома. Чрезвычайное происшествие случилось не только в поселке Кукпекте. Настоящее стихийное бедствие потерпели жители Ассакаровского района поселка Карагайлы. В поселке Карагайлы большой потоп. Утопают в талой воде дома. Сюда активно прибывают вода из степи. Практически во всех домах хозяева ходят в резиновых сапогах. Полностью затоплены подвалы с продуктами. Сгорела бытовая техника. Испорчена мебель. Многие семьи бросили жилье и временно переселились к родственникам. Тем, кому некуда идти, но чуть в затопленных домах. Пойдемте, пойдемте. Это не просто слезы, а крик души. Пострадавшая только сделала косметический ремонт и собиралась переходить уже в ванную комнату ремонтировать. И вот что от этого осталось. Здесь талая вода. Других причин нет. Это не такая уж большая проблема. Не стоит переживать жителя. И тем более мы заранее предупреждали, говорят акиматовцы. Но по словам жителей, далеко все не так. Ну, те годы, да, предупреждали. А в этом году ничего не предупреждали. Неожиданно. Поэтому никто нас не предупреждал. И мы не ждали этого. Такого паводка, такого наводнения. Потому что снега, собственно говоря, было мало. На окраинах поселка жителям впору начинает строительство Ноева ковчега. Вода не только вокруг домов, но и в погребах. Лужи буквально по колено. В домах разложили доски, сделали переходные мостики, чтобы переходить в другую комнату. Один неосторожный шаг и травма обеспечена. Авария в этом районе случилась еще в понедельник. Мы видим акиматчика в первый раз. Ну, что вы скажете делать? Куда идти? Почему до сих пор ничего не предпринято? Как только наша съемочная группа собралась в обратный путь, нас догнали пострадавшие жители и начали перекрывать нам дорогу. Люди в слезах высказывали свои проблемы. Просили помощи у местных властей и жителей всей страны. В этом году в Карагандинской области ждут больших паводков. Вероятность затопления большая, но поводов для паники нет, уверяют в департаменте ПЧС. Однако большая вода еще не пришла, а жители Карагандинской области уже терпят колоссальные убытки. Жизир Абдраимова, Кабидин Крушпех, Бахтяр Успанов, 1-й Карагандинский. Активное участие принимают в ликвидации последствий наводнения депутаты областного маслехата. На совещании, которое прошло под председательством секретаря областного маслехата Нурлана Дулатпекова, депутатами было решено перечислить однодневную заработную плату в помощь семьям, пострадавшим от наводнения в селе Кукпекте. Карагандинский городской филиал партии Нур-Утан объявляет об открытии штаба помощи пострадавшим от наводнения и в рабочем поселке, что в сортировке. Просим неравнодушных граждан оказать содействие в сборе необходимых вещей. Это могут быть одежда, обувь, продукты питания, электроприборы и т.д. Пункт приема гуманитарной помощи находится в ДК Нового Майкудука. Приходить можно с 10 до 16 часов до 20 апреля. Карагандинцы равнодушными никогда не были. В районе села Аршалы затопило дорогу. С 1 апреля нельзя проехать по прямой из Караганды в столицу. О том, что движение перекрыто, сообщает Каза Автодора, республиканское государственное предприятие, управляющее сетью автомобильных дорог общего пользования. В связи с поводками и водами в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Екатеринбург-Алматы. Как пояснили в карагандинском филиале Каза Автодора, теперь добраться до столицы можно только в объезд. До Асакаровки дорога открыта, но затем необходимо свернуть на Киевку, а затем на Астану. Если кто-то хочет рискнуть, должен иметь в виду, что в любой момент там может обрушиться мост или снести дорогу. В районе Вишневки, Аршалы, есть дамба, и там идет сброс воды, поэтому происходит подтопление. Лучше не рисковать. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия Профиль Галлтек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система Профиль Галвин Профиль Галвин 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пятькамер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный Дворовая площадка многоквартирного дома по улице Приканальная 19, что на юго-востоке, с момента эксплуатации не убирается В некоторых подъездах даже не работает лифт В чем же причина, узнавали наши журналисты Согласно выписке комитета по управлению земельными ресурсами Территория данного дома принадлежит отделу строительства городского акимата Данный отдел должен благоустроить и передать территорию в коммунальную собственность Но пока они не спешат этого делать Именно поэтому многие работы во дворе дома по благоустройству до конца не выполнены Руководство компании жилсоцсервиса говорит, что предлагает варианты по улучшению и благоустройству двора Реагируя на обращения и жалобы жильцов, сотрудники данной компании выполняют весь спектр услуг Убирают зимой снег, чистят дворы, также делают и другие работы, связанные с очисткой территории дома Отдел строительства городского акимата обязан после сдачи дома в эксплуатацию Они обязаны сдать эту собственность в коммунальную собственность города Караганды Уже потом коммунальная собственность совместно с акиматом района, наверное Должны определиться в границах кондоминиума и определить с управляющей компанией, с органом управления этого дома Те границы, которые мы должны обслуживать То есть на сегодняшний день по периметру дома в пяти метрах от фундамента является нашей территорией, которую мы обслуживаем Как выяснилось, вот уже два с половиной года во дворах нет освещения, что приводит к неудобству горожан Детская площадка не убирается, а в некоторых подъездах и вовсе не работает лифт На все эти проблемные вопросы заместитель начальника отдела строительства Жасулан Кушенов ответил Что у них возникли трудности с подрядчиками и они не успели выполнить ряд работ в нужный срок И еще один вопрос, который не смог найти скорейшего решения, это финансирование Как оказалось, в 2012 году его не было, а данный документ был утвержден только в 2013 году Хотя утверждается, что за это время, сложа руки, никто не сидел Проводили работы по благоустройству двора Например, сделали парковку автомашин для жителей данного дома Что касается лифта, по словам специалиста, фирма СинАльянс, с которым они заключили договор, обанкротилась В связи с этим и была приостановлена работа лифта Мы объект построили, были выполнены дополнительные объемы работ Подрядчик подписал рабочую комиссию, мы подписали госкомиссию Средства выделены для регистрации, мы регистрацию произвели В данный момент мы подписываем от прямой передачи Руководство компании «Жилсоцсервис» хочет, чтобы районный Акимат скорее решил этот вопрос Чтобы уже приступить к работе по улучшению территории дома номер 19 по улице Приканальная Мы просим Акимат района определиться с этими границами, выдать нам паспорт благоустройства И увеличить границы и кондоминиум, как я вам показывал Конечно, у каждого дома должен быть чистый и уютный двор, ведь за это мы все-таки платим деньги Некоторым карагандинцам уже не терпится отключить отопление На улице тепло и в квартирах приходится постоянно открывать форточки Где же экономия? Но существуют определенные правила Отопление в Караганде отключат после 10 апреля Но предварительно будет подписано специальное соглашение между Акиматом и услугодателем То есть с компанией «Караганды Жилуцбыт» В Караганде стоит теплая погода Из-за этого в квартирах жарко Но отключать отопление в городе пока никто не собирается Континентальный климат этого не позволяет Как сообщил начальник отдела жизнеобеспечения Акимата города Караганды Бикет Кашикулов Об окончании отопительного сезона станет известно только после 10 апреля Пока понижена температура подачи Сейчас она составляет 60-65 градусов Компания «Караганда Энергоцентр», который принадлежит ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 Самостоятельно не вправе отключать отопление Для этого необходимо распоряжение Акима А оно выйдет тогда, когда среднесуточная температура будет не ниже плюс 8 градусов В течение трех суток и более Продолжаем выпуск Как лучше ловить похитителей обшивки труб и какая польза от установки приборов учета тепла Эти и другие вопросы сегодня обсуждали депутаты городского маслехата в компании «Караганды Теплотранзит» В преддверии сессии по итогам теплосезона народные избранники начали серию выездов на городские коммунальные сети и предприятия Подробности в следующем сюжете Сегодня народные избранники интересовались работой компании «Караганда Теплотранзит» Все-таки с прошлого года идет глобальная реконструкция сетей Да и теплосезон подошел к концу Пора подбить первые итоги Как выяснилось, нынешней зимой жалоб от горожан по поводу качества тепла в квартирах поступало гораздо меньше, чем в прошлый отопительный сезон Все от того, что местные теплосети планомерно обновляются и уже составили программу, по которой собираются отремонтировать магистральные и распределительные сети Вот буквально в январе месяце, по-моему, была коллегия АРИМ И у них решено было не так пойти, значит, выделять бюджетные средства республиканские вот так компаниям А решено было выделить всего лишь 127 миллиардов вместо 486 И разделить по регионам по 17 регионам 17 тепловым сетям выдать их На нашу компанию вышло 8 миллиардов на 7 лет На 7 лет, да? Ну это сами понимаете С прошлого года работники теплоснабжающей компании стали устанавливать в домах карагандинцев приборы учёта Только не всех жителей это устроило Людей возмущают выросшие цифры в счетах, а между тем они теперь оплачивают реально потреблённое количество тепла Ведь раньше, хоть температура в квартирах была сверх нормы, потребители платили по стандартному общему тарифу А компания несла потери тепла и убытки Теперь, чтобы горожанам платить меньше, придётся экономить А чтобы не было недопонимания, надо теснее вести разъяснительную работу с населением Рекомендовали народные избранники Ещё нужно зарегистрировать дома по всей форме и назначить в них ответственных специалистов Тогда понятно будет, что у нас в этом доме есть с кем работать То есть это, казалось бы, тяжёлая муторная работа Конечно, 2285 домов, это всё привести в соответствие, поймите Вот это было бы правильно И договор, и обязанности ваши, и их обязанности Вот это было бы правильно Мы с непониманием В этом году по специальной инвестпрограмме планируется заменить более 26 километров трубопроводов Сейчас ведутся переговоры с заводом из Актауна Поставку материалов, чтобы задействовать в том числе и казахстанское содержание Между тем, пока монополист вовсю старается, чтобы горожанам было теплее и комфортнее Местные вандалы продолжают воровать металлическую обшивку с труб Теплотранзите рассказали, даже с центральных улиц в Красть не стесняются Как решать проблему, обсуждали всем миром А что там, действительно, там только цинк, только сталь имеет коммерческую Остальное никто снимает, естественно, не будет Не имеет никакого интереса, даже минвата или еще какой-то материал теплоизоляционный По итогам выездного заседания составят рекомендации Всех, кого эти вопросы касаются, обязательно уведомят Результаты выездов по поводу проведения теплосезона в Караганде Обсудят также на ближайшей сессии городского маслехата Николай Кровец, Ажаз Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Сегодня Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев Встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польши в Казахстане Яциком Ключковским В ходе встречи гости обсуждали ряд важных вопросов, объединяющие наши страны Все подробности в следующем материале Карагандинский регион, как индустриально-промышленный центр Казахстана Давно сотрудничает с Республикой Польша У Казахстана крепкие деловые отношения в развитии торговли между двумя странами Бизнеса и не только Польша получает огромную поддержку со стороны нашего государства и в других отраслях Сегодня на встрече Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев Отметил важность сотрудничества Казахстана В том числе и нашего региона с другими странами мира Туда входит и Республика Польша И с вашей стороны, господин посол, я просил у вас, в вашем церкви Именно вот быть таким активным военнослуживающим мостом в ваших отношениях Потому что все вопросы, которые интересуют, мы всегда готовы Еще раз по телевизору в ручном режиме оказывать и двигать Как отметил гость, Польша и Казахстан должны иметь больше совместных предприятий и инвестиций Должны в будущем обмениваться технологиями Польское правительство тоже мы видим большую перспективу Для развития именно экономических отношений в этом региональном поскости Хотели бы, чтобы именно региональные контакты Они помогли еще больше сдинамизировать наши экономические отношения В завершении встречи гость поблагодарил за теплый прием Акима области Бауржана Абдишева И в знак благодарности подарил книгу о достопримечательностях Республики Польши Такие встречи, безусловно, еще найдут свое продолжение Гульнур Жакена, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский Не за горами выпускные экзамены в школах И представители учебных заведений уже начинают вести активную работу с потенциальными абитурентами Общественное объединение Движения молодежи за будущее Казахстана Совместно с областным управлением образования проводит традиционную выставку вузов и колледжей Караганды Карагандинской области, Алматы и Астаны Планируется, что эту выставку посетят более 7 тысяч абитуриентов региона 10 вузов страны, 17 колледжей, 3 образовательных центра и 2 центра получения образования за рубежом Боролись за привлечение абитуриентов Конкуренция в сфере образования сегодня серьезная Поэтому и представители учебных заведений, не жалея сил и времени, вели пропагандистскую работу среди молодежи Одним увещеванием мало кто верит, абитуриенту надо показать товар лицом Цель нашей выставки это, чтобы наши выпускники абитуриенты 2014 года получили достоверную информацию И могли сравнивать об условиях поступления в высшие учебные заведения, а также колледжи Выставку посещают будущие выпускники школ не только Караганды, но и городов-спутников Молодежь со всего региона может консультироваться на выставке абитуриент 2014 И выбирать вуз для продолжения образования Как представители Карагандинского университета Балашак принимаем активное участие сегодня Работаем с каждым выпускником школ, выпускниками колледжей, которые были приглашены Естественно, такие мероприятия очень удобные, имеют свои эффекты, результаты Выставка вузов в Карагане продлится два дня Сергей Высокосов, Габидин Хуришпегов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский 80 килограмм макулатуры стоил четырехтомник войны и мира Так оценивали классика мировой литературы Льва Толстого в советские времена Какие еще советские курьезы собрали к 1 апреля в Тимиртаусском музее в следующем сюжете Фотографии нам любезно предоставили в новом вестнике Сделано в СССР, так назвали организаторы свою выставку в Тимиртаусском музее Сегодня атрибуты советского быта очень подходят к дню смеха Правда, в те времена они воспринимались со всей серьезностью Талоны на водку, самогонный аппарат, пылесос для чистки кошек и ковровая открытка Молодежь, попавшая в эти дни в Краеведческий музей, удивляется и смеется А люди старшего поколения с готовностью придаются приятной ностальгии О том, сколько радости было в конце очереди, когда усталый, но довольный клал в авоську килограмм масла Или взять, к примеру, старое издание романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Это в наши дни любое произведение можно заказать, не выходя из дома А еще полвека назад книголюбам приходилось прежде потрудиться Собрать макулатуру, сдать ее, получив при этом талон А уж по этому драгоценному талону можно было получить дефицитную книгу Ведь в свое время СССР считалась самой читаемой страной мира В каждом времени есть свои очень серьезные курьезы Это были все новости на сегодня Спасибо за внимание Всего доброго До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова